Хотите узнать, что творится в криптомире? Отворятся много чего, от которого зависит цена криптовалют. А если у вас есть активы блокшейна, тогда вам стоит быть в курсе новостей. Сегодня в ролике вы узнаете, когда появится первая криптовалюта в России, почему основатель Ethereum хочет ее сделать похожей на биткоин и другие новости. Вице-председатель FairSeas заявил, мы должны играть ключевую роль в установлении глобальных стандартов для криптовалют, поскольку недавняя волатильность на рынках стабильных монет показывает необходимость регулирования. Он также сказал, что FairSeas еще не приняла решение о выпуске цифровой валюты из Центрального банка CVDC и оценивает возможное влияние на доллар США в отсутствии CVDC австралийского доллара. Цифровая финансовая система нуждается в четких нормативных ограничениях. CVDC в долларах США это способ обеспечивать дальнейшее использование доллара США в глобальном масштабе. Новые цифровые валюты, такие как стабильные монеты, могут привести к рискам для контрагентов, а частные фонды могут создать риски для защиты потребителей и финансовой стабильности. Если вы хотите начать торговать, тогда стоит начать с Gate.io, потому что биржа входит в топ-7 площадок для торговли и имеет очень легкий интерфейс, а также имеет мобильное приложение. Для новичка самый лучший инструмент, поскольку даже подтверждение личности не обязательно, хотя с ним больше возможностей. А также еще один плюс, переходя по ссылке в описании, вы получите 20% скидку на туркомиссии. Чтобы начать торговать, надо пополнить баланс через криптокошельки или карты. После переходим в классическую торговлю и покупаем монеты, которые хотим и которую мы изучили. «Ожидается, что в этом году появится первый в России цифровой финансовый актив. Российская блокшейн-платформа может выпустить свой первый цифровой финансовый актив, DFA, к концу 2022 года», сказал председатель комитета Государственной Думы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Аксаков отметил, что Россия сейчас активно работает в этой области после принятия закона о цифровых финансовых активах, который вступил в силу в январе 2021 года. DFA – это юридический термин для включения криптовалют в российское законодательство. Кроме того, Аксаков сообщил, что три платформы, разработанные дочерной компанией Нурилского Никева, «Трансмашхолдингом» и крупнейшим российским банком Сбербанком зарегистрированы в качестве издателей DFA. Два других будут утверждены в ближайшем будущем. Аксаков подчеркнул, что российское правительство поддерживает легализацию цифрового актива через строгое регулирование. Он имел в виду закон о цифровых валютах, разработанный Министерством финансов, который еще не был внесен в Государственную Думу. Основатель эфирум Виталик Бутерин написал в Твиттере, «В моем мышлении и ценностях все еще есть некоторые противоречия, о которых я думал, но все еще чувствую, что я не полностью их разрешил. Я бы хотел, чтобы эфирум стал более похожим на биткоин, с системой с акцентом на долгосрочную стабильность, включая культурную стабильность. И я понимаю, что существует конфликт между тем фактом, что для достижения этого требуется довольно много активно координируемых краткосрочных изменений. Я склонен меньше полагаться на отдельных людей и стараюсь создавать стационарные системы, которые выдержат испытания временем». Мне бы хотелось видеть, как эфирум становится L1, который может выжить в действительно экстремальных ситуациях. Но я понимаю, что многие критически важные приложения на эфирум уже зависят от вещей, которые являются более хрупкими, чем все, что мы считаем приемлемым в разработке протокола эфирум. Существует много предположений о безопасности, и между ними существуют противоречия. Мне не нравятся многие современные финансовые блокчейн-проложения, но что я неохотно ценил, так это то, что эти вещи являются важным частью поддержания криптовалютной экономики и обеспечивания действительно крутых дауа. Если вас интересует рынок криптовалюты, тогда подпишитесь на телеграм-канал Ростексона. Там публикуются посты, в каких мероприятиях он участвует и не только. А также на его канале вы увидите новости криптомира. Ссылка находится в описании, переходите, подпишитесь. Продолжение следует...